Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алексей Коткин и это Экологические Экскурсии в Петербург. За моей спиной Финский залив, а точнее Невская губа Финского залива. В общем-то она здесь и заканчивается. Дамба отделяет ее от остальной акватории Балтийского моря. Но, в общем-то, здесь практически те же условия, что и в Невской губе. За исключением, конечно, влияния, которое оказывает сама Дамба. Дело в том, что Невская губа Финского залива – это уникальный экологический водоем. Он обладает замечательными характеристиками, которые делают его бесценной экологической системой. Дело в том, что он обладает небольшими глубинами, довольно большой. И вследствие этого, во-первых, хорошо прогревается, хорошо аэрируется. Ну и в-третьих, солнечные лучи проходят практически до самого дна, что обуславливает развитие всевозможных живых организмов, ну и, конечно же, в первую очередь растительности и возраста. Благодаря этому Финский залив и Невская губа Финского залива обладают уникальными экологическими свойствами. В первую очередь, это, конечно же, огромное разнообразие, георазнообразие. Рыб, животных, насекомых, растений. Ну а во-вторых, это возможность самоочищения, к регенерации. Дело в том, что, несмотря на то, что на берегу Финского залива стоит огромный мегополис Санкт-Петербург, Невская губа очень долгое время сдерживает негативное влияние города на весь Балтийский регион, ну и, в общем-то, Балтику. Но, конечно же, в последнее время это становится делать все сложнее и сложнее, потому что вот такие уникальные экологические системы, которые и обеспечивают георазнообразие и очищение Финского залива, которые находятся у меня за спиной, остаются все меньше и меньше. В первую очередь, из-за того, что происходит с самого разного рода строительства, ну и, конечно же, огромный нам их территорий приводит к тому, что в акваторию выбрасывается мегатонны песка, которые сводят на нет возможность Финского залива самоочищения. Внутная вода не позволяет развиваться живым организмом, солнцем мучам проникать внутрь, и постепенно Невская губа Финского залива заболачивается, и превращается в ту самую маркизовую лужу, которую когда-то еще 300 лет назад увидели первые поселенцы, Петр Первый, ну и первые петербуржцы, которые жили в нашем городе. Будем надеяться, что этот процесс все-таки остановится, и у нас будут сохранены такие уникальные природные участки, как плавни, в том числе и плавни Котлина, которые находятся у меня за спиной. Продолжение следует...